Здравствуйте! На прошлой неделе единственным достойным обсуждением событий на Валдае, именно события, было то ли не было, но оно связано с Кабаевой, а все остальное это то, что Владимир Владимирович наговорил на пятилетку обсуждения вперед. Такой шикарный информационный вброс, он навалил масштабную, эклектичную достаточно и очень живописную кучу противоречий, лозунгов, призывов, заклинаний. Он обширно замахнулся сразу на все вопросы, нерешаемые и неразрешимые, косвенно тем самым отметив 150-летие менее пестрой и более конкретной формулировки наших бед. Автор формулировки Николай Гаврилович Чернышевский, 1863 год, Петропавловская крепость, вопрос звучит, что делать? Ответы Чернышевскому и нам с вами Владимир Владимирович продиктовал в четверг, 19-го числа. Поскольку масштаб личности Владимира Владимировича касается сразу всего, то, в числе прочего, он неизбежно определил линию поведения каждому из нас. От дворника, от слесаря-сборщика на любом конвейере, ну и далее вверх по социальной лестнице, назначив направление работы, естественно, и директору завода, и всем министрам скопом, и своим замом, и премьеру, ну и заключением самого себя. Поскольку кто-то должен остаться в ВТК, чтобы оценить результат. Итак, Путин Чернышевскому заодно нам с вами. Вся наша история без изъятия должна стать частью российской идентичности. Без признания этого невозможны взаимные доверия и движение общества вперед. Это не только ответ на вопрос, это приказ. Итак, с 19 октября давайте в таком случае вернем в историю нашего автопрома фундаментальный принцип и признаемся, что главной задачей отрасли было воровство. Воровство идей, технологий, ну и конкретных моделей. В редких случаях неумелой кражи мы добивались своего покупкой патентов, но в основном наша автомобильная промышленность была построена на заимствовании чужого и попытке его воспроизведения близко к оригиналу. За 96 лет существования нашей нынешней страны, а как вы помните, Российская Федерация провозгласила себя правоприемником не Российской империи, а именно Советского Союза. Так вот, за этот период в легковом автомобилестроении мы самостоятельно создали, давайте загнем пальцы, Ниву ВАЗ-2121, экспериментальный автобус «Юность» и так называемую 41-ю правительственную серию легковых ЗИЛов, в том числе бронированных, став основоположниками очень правильной школы скрытой защиты подобных автомобилей, которые у нас потом копировали. Зачатки какой бы то ни было остальной разумной самодеятельности в автопроме у нас обнаруживаются по мере дальнейшего удаления от легковой тематики, то есть от машин, предназначенных для простых или не очень простых людей, в сторону оборонного комплекса. Вот когда мы делали машины для войны, грузовики, например, тут, пережив период заимствования и воровства идей, особенно послевоенного периода, связанных со Студбекером, который нас поразил в самое сердце, или автомобилем марки Виллис, и все остальные его порождения, и Ford GPV, и Bantam. Все то, что собирательно у нас после этого стало называться джип, так вот, по мере удаления от этих исторических параллелей, мы уходили все более автономным путем и создавали такие шедевры, такие вершины автопрома, как ГА-66 или, например, Урал-375. Машина по сей пору не превзойденная, уже с дизельным мотором, получившая другой индекс. Попутно, конечно, было бы хорошо в целом еще как-то вернуть и полную страницу Ленд-Лиза в нашу историю, это нашей идентификации, опять-таки, идентичности поможет, тем более, что за Ленд-Лиз мы по сей пору не заплатили, а во многом именно благодаря ему выиграли Великую Отечественную войну. Причем, не путайте, это два разных исторических периода. Во Вторую мировую, к развязыванию которой мы причастны, мы вступили союзниками фашистской Германии и разорвали Польшу пополам, а в Великую Отечественную мы уже вступили один на один против фашистской Германии и ее фашистской коалиции. И Ленд-Лиз нам помогал изо всех сил, потому что довольно быстро выяснилось уже буквально к ноябрю 41-го года, что у нас, во-первых, нет автоматического оружия, у нас полностью закончился порог в стране, у нас нет тушенки. По тушенке по сей пору приводится фантастическая цифра Ленд-Лиза, 108% мы получили. Ну и так по мелочи. У нас, например, легкие танки Стюарт уже в ноябре 41-го года составляли полки. Другое дело, что они были небоеспособны, но других у нас не было, потому что наш Т-60 тоже, к сожалению, был, мягко говоря, очень спорным, а БТ-5 и БТ-7, ну они были абсолютно недееспособны. На КВшках и на Т-34 мы всерьез ничего сделать не смогли, хотя, конечно, техника была фантастическая и немцам до нас тоже было далеко в этом отношении. Ну это просто к разговору о тех самых отсутствующих элементах изъятия в нашей истории, без которых у нас теперь уже с российской идентичностью в качестве диагноза провозглашены серьезные проблемы. Вот хорошо бы, конечно, многие вырванные страницы вернуть. Еще один приказ Путина народу. Критика необходима, но без чувства собственного достоинства, без любви к отечеству эта критика унизительна и непродуктивна. Ну тут не совсем ясно, в итоге она все-таки необходима или нет, с оговорками на чувства или все же без них. И кто, кроме самого Владимира Владимировича, прозорливо определит в критике продуктивность и наличие либо отсутствие любви к отечеству? Пока ответа нет, но вот, например, констатация кончины традиционного автопроизводителя в нашей стране – это критика продуктивная или как? Содержатся ли тут признаки любви к отечеству и насколько унизительно обстоятельства гибели АЗЛК, Ижмаша, ГАЗа и АвтоВАЗа? Не знаю. АЗЛК, как вы помните, погиб по воле государства. Это была жертва чрезвычайно умелого государственного управления. Все назначения на руководящие посты на АЗЛК были произведены Минавтопромом. И в том числе Асатриан, пришедший, последний гендир, похоронивший производство – это тоже номенклатурная единица, пришедшая по воле, был спущен сверху. У нас скончалось легковое производство Горьковского автозавода, у нас помер Ижмаш, и вот теперь более-менее реинкарнированный он доделывает последние АвтоВАЗы. А АвтоВАЗу было запрещено впредь заниматься разработкой автомобилей, больше он к этой теме подпускаться не будет никем и никогда, он остается сборочным производством чужих автомобилей. Вот все вместе это как раз и дает картину насчет любви к Отечеству, я не знаю, но констатировать это по приказу товарища Путина я вот с горечью констатирую. Тем более, что было известно, дорог у нас никогда не будет, и именно поэтому дорог у нас не будет умышленно, потому что это в том числе оборонная доктрина нашей страны, не смейтесь, это абсолютно официально так и считалось. И поэтому все заводы были в обязательном порядке обременены работой по полному приводу. И АЗЛК у нас делала, была машина 415-416, впоследствии переименована 2150, это были очень интересные рамные внедорожники, подключаемые передним приводом, заднеприводные. У нас был даже 41-й Москвич, полноприводный, работали над ним. У нас была очень интересная Горьковская линейка, Атаман-1, Атаман-2, у нас были машины семейства 3106, причем вот 3106-2, очень любопытный был агрегат. У нас был Комбат, стилистически похожий на ГА-69. У нас была 3104, полноприводная легковая Волга, причем с низким дорожным просветом, но довольно любопытно сделанная. Вот это все в серию не пошло, в серию у нас пошла потихонечку 2126, это 060-я Ода полноприводная, собственно, которая тоже похоронила завод. И вот, ну, АвтоВАЗ, который пребывает в своем нынешнем состоянии, потихонечку не знает, что делать с ним, и, надеюсь, еще какое-то время поддержит. И вот с чувством собственного достоинства приходится констатировать отсутствие любви к отечеству у нынешних руководителей бывших, всех этих российских заводов, и нынешних зарубежных автозаводов, а также у всех причастных к стратегии развития автопрома. Вместо машин для голодного села и пожизненного бездорожья, вместо разработки техники, необходимой для выживания людей попутно целой страны, автопром превратился у нас в отрасль, производящую товар для увеселения горожан и для зарабатывания на пижонах. Вот эта тупиковая ветвь является стратегическим направлением нашего автопрома и остается только с чувством собственного достоинства констатировать отсутствие любви к отечеству у тех людей, которые занимаются всем этим направлением. Владимир Владимирович, тем не менее, у меня есть ощущение, что он не справился с ответом на вопрос 150-летней давности, что делать. Перерыв на новости. На одном сайте у нас 8 баллов, на Mail.ru у нас 9 баллов. Яндекс, кстати, очень беспокоится о собственном имидже, поэтому позванивает мне изредка. Чрезвычайно недоволен тем, что я позволяю себе, как бы то ни было, в непревосходной степени оценивать картину загруженности московских улиц по их системе. Мне назначен специальный педагог, который, видимо, и впредь будет позванивать. Но первый сеанс был сведен к тому, что мне объяснили, как именно работает Яндекс, почему он считает пробки таким вот образом и почему я единственный, кому показалось, что его значение не соответствует прежним параметрам. За два года сильно исказилась картинка. Дело в том, что у Яндекса за финальное число взято 10 баллов. Выше 10 баллов загрузку показать они не могут. Поскольку машин количество в городе увеличилось, то получается стандартная картина для любой овощной базы. В килограмме пожизненно 1000 грамм, но в каждом грамме количество миллиграмм риск меняется. И количество миллиграмм в каждом грамме Яндекса будет меняться и впредь, потому что верхнее значение 10 баллов преодолеть, которые они не могут. Каким образом Mail.ru, находящийся точно в таких же условиях, может показывать более правильную картину, на всякий случай Яндекс не объясняет. При этом Яндекс чрезвычайно недоволен тем, что у кого-то вдруг появились претензии к его показу пробок. Ну, специально для этого существует целых два альтернативных способа узнать, где какие пробки. 65, 10, 9, 9 и 6. Ольга, здравствуйте. Добрый вечер, Сергей. Здрасте. Я тоже хотела рассказать, как я подсела на вашу передачу. Ух ты, что-то наркотическое, Ольга, чувствуется в этом. Дурман? Знаете, очень, ну вот почти каждый вечер я слушаю, вернее, в последнее время уже даже не перескакиваю никуда, мне нравится. И, знаете, тут размышляла, почему? А я поняла, потому что так вкусно помечтать с единомышленниками о какой-то предстоящей покупке, повыбирать. И вот я подумала, знаете, еще вот меня бы порадовало, например, также, если бы была альтернатива помечтать, например, о путешествиях, о каких-то странах, о выборе направления. Но вы единственный и непобедимый. А у нас есть, Ольга, у нас есть еще Алексей Мочилов, который за всех за нас ездит. Он человек свободный, в отличие от приговоренных. И он рассказывает о том, где он был, после чего многие приговоренные к галерам и к пожизненным работам на клавиатурах пишут свои эмоции по поводу того, как здорово его глазами было вдохнуть в волю. Он приходит к нам в среднем раз в месяц, потому что он регулярно откуда-то куда-то едет и постоянно приносит с собой воздух свободы. Ну, видите, вот нужна какая-то регулярность, потому что на вашу передачу действительно подсаживаешься, потому что уже знаешь. А человек, он любит режим, то есть он в 10 часов пьет кофе, а в 6 часов вечера он слушает Сергея Слоняна. А летнее и зимнее время его сбивает. Летнее и зимнее время сбивает его. Вы знаете, какое летнее и зимнее время? Вот сейчас этот беспредел, я все-таки надеюсь, что закончится, и нас на нормальные часы переведут, потому что невозможно так жить. Вот, и надеюсь, что ваша передача все равно будет в 6 часов реального времени выходить. Какого-нибудь. Вы знаете, да, какого-нибудь, потому что, ну, когда это закончится, прям невозможно. Ольга, если это вдруг закончится, о чем мы с вами будем активно говорить? Было ли венчание в церкви в Балдае или не было? Нельзя. Вы не волнуйтесь, вы же видите, у вас каждый вечер находится тема, и они неиссякаемы, то есть это как родниковый ключ, он бьет и бьет, поэтому пределы нет. Это коробка передач, ломаются и ломаются двигатели, все выворачивают клапана с цилиндрами, и вот поэтому об этом и говорим. У нас голая механика, она постоянно по законам физики дает нам темы для разговора и размышлений. У нас будет много тем, так что я даже не беспокоюсь, она, вот эта передача, пусть она вечная, и есть поводы, чтобы она жила вечно. А еще, знаете, еще один маленький респект, ой, какая у вас хорошая аудитория. Замечательная, да. Да, вы знаете, я вот ценю это ужасно, то есть сразу понимаю, что кругом полно таких хорошо образованных мужчин, и сразу какой-то образ такой вырисованный, шикарный. Ну, женщины реже звонят, я все-таки больше... Вы наслаждаетесь мужчинами, это правильно. Ну, вы знаете, прекрасные, интеллигентные, умные, хорошие, на хороших машинах ездят, и как-то небезнадежно все становится. Абсолютно с вами согласен. Поэтому привет вашим мужчинам, я им помахала сейчас ручкой. Они у нас с вами общие, Ольга. Ну да, в нашем общем. Видите, все-таки небезнадежно. Да. Ну вот, а вопрос у меня такой, я не знаю, может, он на блондинковский смахивает. Вы не бойтесь. Надо я не боюсь. Значит, такой чудной вопрос. Я вот сейчас езжу на Вольво, я ее XC звала, а вы, по-моему, HC60, да? Ну, по-русски написано HC, а на самом деле HC, конечно. HC. Ну да, вот у меня HC60, ну так оно мне нравится, прям очень нравится. Для вас, Ольга, ее же делали для вас, Ольга, специально. Да, это моя машина. Они, когда ее создавали, они в том числе, Вольвовцы, это одна из немногих фирм, которая берет специально, арендует отряд разномастных женщин, включая туда большое количество блондинок, и говорит, а теперь, милые дамы, пожалуйста, расскажите нам, во-первых, что вы думаете про нас, корябых мужиков, во-вторых, пожалуйста, принюхайтесь к тому, как пахнет, поковыряйте когтем, посмотрите ноготком, как царапается или нет, приятно ли по ощущениям, и вообще, что вы скажете нам в отношении будущего направления развития той или иной модели. И вот этот женский экспертный совет, он регулярно выдает на гора очень любопытные результаты. Поэтому, когда вот эту HC60 делали, подразумевали в первую очередь не мужика, а именно вас. Ой, знаете, прекрасно, прекрасно. Но я бы им еще кое-что посоветовала на будущее. Вот мне, например, 90-е не очень нравится по форме, то есть это такая немножко, ну, мне кажется, грубоватая форма, есть над чем поработать. Для мужчин. 90-е для мужчин. Не мне судить, как бы, ну, вот. А 60-е, он для меня сначала был низковат, вот, передком своим. Вот, то есть, ну, это же кроссовер, с другой стороны, то есть, может, и нормально. А вопрос, смотрите, он странный. Ну, вот я живу за городом, мне очень устраивает, что это высокая машина. Вот, ну, то есть, ну, у меня чистое Подмосковье. Все хорошо, все замечательно. Но, возможно, вот, может быть, в образовательных целях мне придется, там, со следующего года более, дольше находиться в городе и даже жить. Ужас. Вот каторг, да? Да, это ужас. Ну, еще такая история. У меня есть гараж, в котором раньше стояла еще давным-давно «Жигули-шестерка». Вот, и в этот гараж я вот, например, на Гранд Витаре вписывалась с трудом. Мне даже приходилось в салоне раздеваться и вылезать из нее уже, можно сказать, вот в нижнее... Ну, не в белье, но в одежде. Это был элегант, да? Да, то есть он вот такие габариты, как Гранд Витаре. Я так полагаю, что мне на это время придется присматривать какую-то машину. Ну, не люблю я стоять на улице машину келять, тем более гараж есть пока временно этот. Пока не снесли, да. Да, и вот я вот, знаете, с трудом смотрю, вот вопрос такой. На что бы пересесть с «Вульво», но только не рассматривая вот маленькие красненькие женские машинки, типа «Гюцов» там, не люблю я их почему-то. Ольга, не пересаживайтесь, у вас хорошая машина. Не, ну она не влезет же в гараж. Почему? Да «Вульво» это никак не влезет. Я вам говорю, габариты туда, Гранд Витара, с трудом. Знаете, у вас что «шестерка», что Гранд Витара, что ХС-60, они не сильно отличаются друг от друга. Она шире. Не сильно. «Вульво» туда не лезет. Проверяли? Нет, да, сто процентов. Линейкой замеряли? Да. Но она и по габаритам шире же «Вульво». Это я уже даже по гаражу за городом чувствую. То есть вот я так примерно думаю. Сначала смотрела на «Ауди» маленькие. Ну, что-то не вдохновляет. Вот. То есть вот задача такая. После «Вульво» на что обратить внимание? Не на что. А по габаритам не более Гранд Витары. Не на что. Потому что у вас правильная машина. Вам в таком случае нужно просто у соседа арендовать более широкий гараж. Потому что... А, хороший вариант. Я тоже думала, глупо вроде исходить. Отказываться от любимой шубки только потому, что сосед на нее косо смотрит и моль уже точит зуб, неправильно. Нужно договориться с соседом и извести моль. У вас же... Ведь это же машина, это же ваш соратник. Это же часть вашей среды обитания. Ну, вы представляете, вот у меня такой район, что рядом даже нет приличных гаражей. То есть это же неправильно, когда до гаража надо как-то сложно добираться. Неправильно. Но за углом гараж есть, либо там есть уже охраняемая стоянка. Потому что брать деньги за асфальт у нас принято, осталось только найти. Знаете, даже в моем пролетарском гетто, где люди друг другу предпочитают расквасить нос за лишнюю копейку, и то несколько газонов заасфальтировали, и теперь туда пускают спокойно на охраняемую территорию любые машины. Это не бывало, потому что люди, среди которых я живу, это строители социализма, завода ЗИЛ. Они с большим удовольствием пьют, с наслаждением дерутся, и не зарабатывают, и не тратят. И тем не менее это появилось. А у вас правильная машина. Отказываться от нее только потому, что она куда-то не влазит, это нелогично. Я бы не отказывалась, я бы в дополнение к ней искать. Ой, может быть, конечно, вторая машина. Найдите зонтик для этой новости. И вот послушал Яндекс радиостанцию Финам.ФМ, призадумался и тоже вывесил 9 баллов, как и Mail.Ru. 65, 10, 9, 9, 6. Алексей, здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, Алексей. Сергей, хотел сказать вам спасибо за хорошую передачу. Спасибо вам за верность. И вы, кстати, Алексей, входите в ту самую блистательную категорию, которую Ольга только что так высоко оценила. Ну, наверное. Поверьте, поверьте. Сергей, я хотел задать вам два вопроса. У меня есть один вопрос по работе и один личный. Хотел начать работу. Купил недавно на работе транзит. Транзит рабочий. Ну, и как-то мне понадобилось поехать кое-что перевезти. Забрал у водителя машину. Не обратил внимания, что-то внизу там все скотчем у него было подклеено. Отодрал все, поубрасывал. Проехав буквально километров 10, понял, почему там все снизу было подклеено скотчем. У машины, ну, как-то некорректно работает кондиционер. То есть, направляя воздух на стекло, отмерзают напрочь ноги. Направляя кондиционер, ну, куда бы ни направлял, при любом раскладе отмерзают ноги. То же самое происходит с печкой, пытаясь обогреть стекло лобовое. Также печка при любом раскладе жарит ноги. Вот. Ну, приехав к дилеру, приехав к дилеру, я услышал такой ответ, что, ребята, это не к нам. Это какой-то дефект там на заводе. Ух ты! Был при производстве. И, в общем, мы сами не знаем, что делать в таком случае. Вообще, как бы, была очень озадачена. Секундочку, Алексей. Итого, нас с вами привязывают на весь период гарантийного срока к официальному дилеру, потому что официальный дилер нам обязан, и он декларирует, что он является филиалом завода. Он делает нам все как на заводе, по качеству это идентично заводскому, и он отвечает за огрехи производителя. Он отвечает и по дилерскому контракту раз, и по закону о защите прав потребителей, это два. А здесь вам дилер заявляет, что это не к нему, а к заводу. Значит, он не дилер. Либо, если он вам говорит, что он не отвечает за промахи завода, и при всем при том остается в статусе официального дилера, тогда это статья 159 Уголовного кодекса мошенничества. Потому что деньги он у вас берет, потому что он якобы дилер, а по факту он отказывается от дилерских обязательств. Вот в чем дело. Если что-то там не то на заводе, то это его прямая обязанность заниматься урегулированием вопроса. То есть он обязан вам по гарантии починить, а дальше уже погрязнуть в вечных спорах с заводом, кто кому заплатит за ваш гарантийный ремонт. Это что называется по закону. Если они вам в этом отказывают, то сожалеть можно только об одном. О том, что у вас, я полагаю, нет документов об этом отказе с такой формулировкой. Потому что подобная формулировка это Уголовный кодекс Российской Федерации. Ну, не говоря уже о том, что жалоба в прокуратуру и в Роспотребнадзор приведет туда некоторое количество очень таких пронырливых ребят, которые под видом торжества справедливости с огромным наслаждением отберут у них большое количество денег в виде штрафов и взяток. Вот. Это к разговору о том, что делать. У вас документы какие-то есть о том, как вас вежливо послали оттуда? Нет, документов, к сожалению, никаких нет. То есть я сейчас должен что? Я должен приехать, открыть заказ снаряд и, естественно, услышать от них ту же самую фразу, что, ой, а мы не знаем, что в таких случаях делать, а это за воду. И я должен потребовать от них как-то этот заказ снаряд закрыть или что? Ну, заказ снарядом является документом. Дальше игра называется «Пошлите меня письменно». У вас в кармане должен быть диктофон, и вы на этот диктофон, вы, кстати, причем диктофон можете не скрывать. Вы можете подойти, вставить его в зубы и сказать «Здравствуйте, я ваш клиент». Открываем, пожалуйста, заказ снаряд и начинаем искать проблему, причину и устранять дефект. Диктофон не надо прятать. Ну, после того, как вам удастся все-таки из-под токарного станка пинками выгнать ближайшего мастера-приемщика, потому что они все по щелям разбегутся, вы должны перевести свое общение с ними в официальное русло. Вы им бумажку под диктофон, они вам обязаны дать ответ. У них есть книга отзывов и предложений, где вы пишете все свои жалобы, и тут же их копии кидаете на сайт Роспотребнадзора по Москве. Они принимают в электронном виде, а за взятками они приходят лично ножками, после чего вам пишут на бумаге о принятых мерах. У них есть такая приятная особенность. Они очень любят штрафовать, либо брать взятки, как врут очевидцы. Поэтому они прибегут сразу. Но вы на заказ-наряд, где написано претензии, должны получить адекватный ответ. Что же там такое? И поскольку, скорее всего, в бумаге напишут не то же самое, что скажут, вот то, что они скажут, должно быть у вас записано в качестве объяснения по делу. Я понял. То есть я должен от них получить документ. А документ этот и есть сам заказ-наряд. То есть заказ-наряди, они должны написать, что, например, грубо говоря, неремонтопригодно. То есть вы, например, можете, значит, это неремонтопригодно. Заказ-наряд – это документ, в котором они обязаны объяснить причину, либо что они сделали, какие работы они выполнили, либо почему они этого не сделали. А из серии, ну, знаете, мы умусно порекомендуем заехать через недельку, когда у нас будет, например, эта деталь, это тоже не вариант. Потому что заказ-наряд, он имеет конкретную дату, он открыт, и теперь пишите, что вы конкретно сделали. А поскольку вы еще коммерческая организация, то вы можете им сразу объяснить, что после того, как они вашу машину продержат в рем-зоне какое-то незапланированное количество времени, потому что они не умеют чинить, у них нет деталей, они не договорились с заводом, то вы недополученную прибыль выставите им в качестве иска на компенсацию. У вас же машина не для того, чтобы кататься самому, она у вас для работы. А у вас одну машину из оборота вывели. А вы из-за этого какой ущерб понесли? А вот вы им вежливо скажите, ребята, а теперь вы еще будете платить за нашу машину, за ее простой. Вот это для них будет полной неожиданностью. Потому что одно дело бороться с вами, как с надоедливой мухой, а другое дело еще всей организации юридическим лицом отвечать перед вашим юридическим лицом по солидарному иску. Это очень увлекательная коллизия. Просто не бойтесь их сразу загонять в угол. У вас не будет с ними дружбы, и вы на них точно не женитесь. Поэтому вам не нужно заглядывать к ним в глазки и смотреть, какая теща, насколько она добрая, и какие пироги она течет. У вас война уже объявлена, поэтому шашки на голову. Я понял. Я понял. Сергей, теперь ко второму вопросу хочу перейти. Давайте перейдем. Я вот неоднократно от вас слышал, что машины сейчас, ну, совсем не те, что были раньше, там, про Mazda, троечки, там, и вообще про все остальное. А касается ли это Land Cruiser 200-го? Отчасти да, потому что Land Cruiser тоже тяготеет в основном к Арабским Эмиратам, а не к Тайге. Но при всем при том, бренд Land Cruiser имеет полное право на юридическую и идеологическую автономию. Потому что Toyota сами по себе, а Land Cruiser это последний бастион. Он сдается неохотно, он по-прежнему делается с запасом по прочности, и по-прежнему на этих штуках можно выезжать за город. Хотя, конечно, целевая аудитория потихонечку переориентирована в пользу более богатых, а не тех, кому это надо. То есть, мало ли, что есть спрос на кирзовые сапоги. А у нас вот теперь вот на кроссовки мода пошла, к сожалению. Но крузаки, да, последний, кто держится. Хотя тоже, конечно, не без оригинальных решений, но на этом еще можно. То есть, доверить свою жизнь в дальней дороге 200-му крузаку пока еще можно. Так же, как и Патрулю, хотя, конечно, бедняжка тоже деградировал немного. Да, точно. Ну, к сожалению. Успехов нас с вами. Борис, здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте, Борис. Сергей, здравствуйте. Здрасте, здрасте. Скажите, пожалуйста, вот я езжу на машине Mitsubishi Kolt уже 7 лет. Отлично, мне нравится эта машина. А двигатель 1.3 роботизированная коробка. И вот приезжаю к официалам и спрашиваю, нужно ли менять коробки масла. Мне толком ничего сказать не может. Борис, ни в одном агрегате, в котором залита какая-нибудь технологическая жидкость на весь срок службы, она не имеет права жить больше 40 тысяч. 120 проехал. Вот на 40 тысяч нужно было поменять первый раз, на, соответственно, на 82-й раз, на 123-й раз. И какой там объем масла? Вот 2 литра или это редуктор и потом еще коробка? Не знаю. Какой объем масла, нужно смотреть по технической литературе. Потому что что конкретно, что и как оно там выглядит. Но, в принципе, робот, а робот это обычная механическая коробка с двумя электромоторами. Но, тем более, у Кольта там у него много чего. Он же у вас в голландской сборке наверняка. Ну да. То есть он такой весь из себя европеец. Но маслица, да, там меняется. 60 тысяч это такой выдающийся результат. А весь срок службы под названием 120. Воздадим должное прочности этой конструкции. Ну гениально же сделано. 120 тысяч. И ей хоть бы что. Единственное, актуатор только вышел из строя и все. Вот его заменил. На каком пробеге? 110. Шикарно. Шикарно. Борис, вы как раз тот самый человек, который и обеспечивает лично надежность какого бы то ни было изделия. В данном случае автомобиля. Я спокойно езжу. Вы не просто спокойно ездите. Вы заботливо ездите. Потому что вы технику до сих пор не напрягли настолько, чтобы она закапризничала и сказала, я хочу назад в Голландию, оставьте меня в покое. Вот когда люди говорят о надежности, спрашивают меня, какая надежная машина? Я всегда говорю, что в последнее время это характеристика не автомобиля, это характеристика водителя. Вот в данном случае Борис, вот тот самый уникальный человек, благодаря которому Mitsubishi Kolt стал столь надежным. Потому что когда на базе того же самого Kolt Mercedes-Benz сделал свой Smart, то они довольно быстро сказали вежливое спасибо японцам и голландцам за эту машину, потому что у них клиент пошел не такой заботливый, как вы. Все это развалилось в дребезги, и машина просто сошла со сцены. А вы на ней ездите, и у вас никаких проблем. Это ваше личное достижение. То есть вы можете этим гордиться. Это редко, но так бывает. Андрей, здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте, доктор. Так хочется вас поприветствовать. Я расправил плечи, знаете, и тряхнул таким погоном с серебряным голуном. Удачно врачуете наши болезненные автолюбистские души. А на самом деле хотелось поделиться своими мыслями относительно печали и радостей. Давайте. Нашего и не нашего автопрома, знаете, вот первый тезис, который хотелось бы выразить, это то, что из современного автопрома не нравится ничего. Ну, если сделать скидку на то, что я временно нищеброд, как говорят в интернете, по причине седьмого года ипотеки. Поэтому ничего из того, что нравится, позволить я пока что не могу. Ну, Андрей, вот в том-то дело, что большинство людей, такие, как мы, у нас, неважно, есть ли у нас ипотека или ее нет, у нас не бывает лишних денег. И автомобиль, который мы, может быть, гипотетически с вами рассматриваем, он по цене сейчас задран до такого чудовищного уровня, что вообще непонятно, а зачем он нужен. То есть мало того, что он неинтересен по конструкции, он неинтересен по цене. Сие правда, а в этой связи хочется немножко в ретроспективу обратиться того же самого советского автомобилестроения. Я тот самый Андрей, который приглашал вас на день рождения клуба ГА-69. Так вот, день рождения прошел совершенно замечательно. И знаете, насколько разные люди по социальному статусу, по складу ума, по характеру восстанавливают и владеют такими автомобилями, как ГА-69. Не умоляю, да, СССР-21 и наших Волк, других модификаций и так далее. Контингент совершенно потрясающий. И вот там бьется удивительно интересная конструкторская мысль. Андрей, оставайтесь на линии. Андрей, не бросайте трубку, продолжим после. С нами на связи остается Андрей, про которого в том числе Ольга в самом начале эфира сказала. «Какие мужчины, какая аудитория в этой радиостанции?» Так ведь, Андрей? Спасибо, спасибо, Сергей. Это Ольга сказал. Я там, как подытожив в том, что сказал в первой части своего выступления. Вы знаете, наверное, по современным условиям состояния автопрома, если хочешь иметь хорошую машину, такую, как ты хочешь иметь, сделай ее сам. И дело совершенно не в рейтинге на газиках, а дело в том, что мои приятельствующие элементы не шикарующие в жизни большими деньгами, строят свои машины сами. И, в принципе, конечно, все в большей степени внедорожники или классические американские автоматики. Вторая часть, мы говорили же с самого начала выступления Путина по поводу судеб нашего автопрома. Ну, Путин-то имел в виду сразу всю страну. Он отвечал Николаю Гавриловичу и учил нас жизни. Но поскольку он все-таки гигант мысли, отец русской демократии, то, как человек чрезвычайно многогранный, он сколыхнул все проблемы, в том числе и автопрома. Ну, мне это напоминает просто очередные поминцы по автопрому и советскому, и российскому. А вот вопрос какой? Вот вы неоднократно говорили о том, что равноресурсные автомобили – это цель современного автомобилестроителя, вне зависимости от национальности. Да, к сожалению. Которого он происходит. А вот такая концепция. А может быть, правильным путем или каким-то возможным перспективным путем развития автомобилестроения могло бы быть то, что тот, кто умеет делать кузова, пусть делает кузова. Тот, кто делает автомобили, при определенной степени унификации, например, всех узлов и деталей, которые могут стыковаться или должны стыковаться между собой. А мы с вами, как любители правильных автомобилей, будем себе набирать. Хочу кузов вот такой. Хочу двигатель с коробкой вот такой. Хочу в самом смысле вот такую. В принципе, конечно, наверное, во мне говорит недоделанный конструктор гаражного. Ну, плюс рукастый человек, как минимум. Тема достаточно интересная. Андрей, Андрей, вы тем самым, на самом деле, возвращаете нас ровно на сто лет тому назад, когда человек покупал шасси и заказной кузов любимого ателье, на него сверху поставив, добавлял от себя, что называется, эксплуатационных потребностей. Ну, все равно же это другой виток развития. Технологий. Только технологий, но не сути. Ведь, по сути, вы предлагаете то же самое. Хотя вот у нас все время была такая очень странная загадочная структура. Она называлась «Наш дом Россия». И там был Черномырдин, руки домиком складывал. Так вот, Черномырдин, он в свое время продвигал совершенно чудовищный проект под названием «Мишка». Он подразумевал, что поскольку мы с вами все люди небогатые, достаточно одноклеточные и сильно пьющие, то машину мы будем покупать сделанную сначала по мере появления денег. Есть деньги на колесо, купил одно колесо. Есть деньги на раму, купил эту раскладушку. Потом повесил на нее мотор, потом повесил на нее дверь, потом вторую дверь, потом сиденье, руль. Получилась машина «Мишка». Она была по сути своей окой, сделанной дома на коленке, только в 100 раз хуже и в 500 раз дороже. Ну, как и многие идеи, которые предлагал Черномырдин. Другое дело, что он все-таки занимался в основном уничтожением нашей страны и экономикой, но иногда он не забывал о гражданах, поскольку вот подобная конструкция должна была привести, конечно, к уничтожению большого количества людей. Но в этой идее здравое зерно было в том, что не имея возможности сразу купить 100-комнатную квартиру, то же самое, как в свое время одна из династий французского двора, эвакуировавшаяся из Парижа, «Версаль сначала взяла охотничий домик, а потом пристроила к нему целый дворец». Ну, когда появились деньги и большая свитка. То есть, как вариант, такое, конечно же, возможно. Но собрать машину не получится, потому что она должна быть целостной по конструкции, отвечать нормам безопасности. Американцы предлагают такого рода комплекты, когда, в принципе, машина делается по мотивам ранее выпускавшихся и делается машинокомплект. Например? Ты получаешь 3-4 ящика и собираешь себе астон-маркинг. Правда, в пластиковом кузове, там, с движком и так далее. Но вы получаете, вы собираете, тем не менее, как из конструктора Лего, но только в строго определенных рамках ту машину, которая заранее... Таким образом, обеспечивается техническая устойчивость того, что ты создал, и оно имеет право быть на дороге. Но, Андрей, это не частное лицо создало. Он купил готовый комплект, из которого неизбежно получается то, что было заложено конструктором. Я его и не предлагал. То, что наша конструкторская мысль бьется в гаражах, это одно. А то, что автомобильстроение в перспективе могло бы перейти на такую форму... Оно перешло... Нет, Андрей, оно перешло. Это называется технология СКД, когда из ящика приходит не полностью готовая машина, а у нас где-нибудь на заводе, ей, например, накачивают колеса, прикручивают мотор к кузову коробки. Это на другой. Это то же самое, только не вы делали, а на заводе это сделал дядя Вася за трояк с ненавистью к вам. И получилась в результате какая-нибудь там машина российской сборки. Это один из вариантов, когда они... Не вам в гараже, ввиду отсутствия верстака и гаечных ключей предложили подобное, а за вас это уже собрали, потому что они получали тоже, заказав двигатель у лучших, кузов у гениальных, а билочку салона у мастеровитых. Как в клинике вы приходите, и подразумевается, что все врачи гении. На похоронах они не присутствуют. Вот как-то из современных ни у кого не хочется лечиться. Никакую не хочется есть. И поешь. Андрей, вы затрагиваете на самом деле такую нематериальную категорию, как душа. Вот вы с душой, ГА-69, вы любите эту машину. И клуб людей, собравшихся вокруг ГА-69, вне зависимости от социального статуса и количества денег, это люди, у которых есть душа. И вы, когда сейчас говорите о том, что современные машины не радуют, не радует в том числе ценник, не радует отношение к вам, как к потребителю, не радует отношение в целом, вот на уровне политики государства. И вы говорите о том, что есть люди, которые собирают эти машины для себя. Опять-таки, не только потому, что у них есть руки, а в том числе, потому что и их душа, и их представление о мире не востребовано. И это такой вариант андеграунда, когда они вынуждены хлеб печь для себя. Он получается вкусным. Ковер ткать для себя, и он получается вечным. Машину собирать для себя, и она получается такой, какая нужна для исполнения функций. В данном случае, да, внедорожник, тем более, что настоящих покорителей бездорожья никто всерьез не упускает. Либо выпускает за такие деньги, за которые он уже не очень нужен, либо жалко бить об это бездорожье. И вывод при всем, как там напрашивается печальный, по вашему мнению, что перспектив у автопрома, кроме современных мыслей, которые похожи одна на другую, у которых начинка все хуже и хуже, и все одноразовое и одноразовое, и перспектив автопрома больше нет. А перспективы автопрома, они происходят из стратегии развития страны и этого самого автопрома. Когда у нас на сегодняшний день решено наверху, что мы с вами вправе купить любую машину, желательно, чтобы она была подороже, потому что в том числе таможня, как фильтр, отбирает 50% стоимости в пользу государства. Но мы не должны ее эксплуатировать, потому что дорог нет. Желательно, чтобы не ездили вообще, но платили только налоги. И вот под эту стратегию подходит сборочное производство, которое делают неплохой, но городской Солярис, Форд Фокус и прочую технику, которая для людей с деньгами. А у нас в это время вся страна подыхает за пределами МКАДа без дорог. Без экономики, без перспектив. И вот те, кто остался сидеть у себя на кочке, на разрозненном колхозе, на разоренном, он выброшен полностью и его никто не учитывает нигде. Он никому не нужен, он помеха. Ему пенсии не будет, ему электричества не будет, ему газа не будет, ему почты не будет, ему врача не будет, ему автомобиля не будет. Это стратегия государства. Но у Советского Союза, который был практически во всем плох, практически во всем, и особенно в отношении к людям, и в лицемерном отношении к людям, вот он даже не мог нормальную наладить автомобильную промышленность. И тем не менее, он понимал, вот этот собирательный образ под названием Советский Союз, он понимал, что необходимо развивать полный привод, потому что дорог не будет, реально не будет. И именно поэтому все отечественные заводы в обязательном порядке работали над темой полнопривода. Что москвич, что иш, что пазики были полноприводные, не говоря уже про всякие уазики и прочие другие удивительные технические изделия. То есть вот стратегически было определено верно. Дорог не будет, полный привод нужен. Если бы у нас на сегодняшний день была совесть не только у владельцев ГАШ-69, а еще повыше, по вертикальной лестнице, туда, где совесть, в принципе, является тягчающим вину обстоятельством, то у нас была бы стратегия развития автопрома, которая включала в том числе в обязательном порядке любое производство, пришедшее к нам, обязано, например, иметь целую номенклатуру полноприводной техники. И она должна быть, может быть, не в самых роскошных потребительских свойствах, умещаться в определенные социальные рамки цены. Вот если бы такая была стратегия, то перспективы были, конечно, более блистательны. Ведь полноприводным может быть все, японцы показали, что даже машина класса Аки может быть полноприводной. Не говоря же о том, что любая другая машина тоже может быть полноприводной. Хотя японцам это не особо надо. Но вот их технический разум подсказал подобное решение. И они сколько делают полноприводных машин? У них практически любая модель имеет полноприводную модификацию. У нас платите деньги и желательно никуда не ездите, потому что вы нам мешаете, вообще вы много хотите, дорог у нас не будет, денег дайте, отвалите. Это стратегия, в том числе в отношении нас и в отношении автопрома. Надежно или безнадежно? На самом деле все-таки, знаете, как сказал Александр Третий, почему эту страну нельзя уничтожить? Потому что в этой стране в каждом поколении очень много героев. Вот уничтожить можно всех, а герои на Руси не переводятся. Поэтому надежды у нас есть всегда. В большом и в малом. В малом, в том числе, в стратегии развития автопрома. Хотя, конечно, стратегия нынешняя нас с вами не подразумевает. Спасибо за надежду, которая у вас прозвучала и которой я тоже хотел бы верить. Я сильно подозреваю, Андрей, что надежда становится реальностью, то есть от намерения, фактом, когда люди от слов переходят к делу. И слова бывают разные, и дела бывают разные. Но вот вы потихонечку тренируетесь в гаражах, созидая технику для себя. Может быть, через какое-то время это тоже будет нужно не только вам, но и нашей стране. До завтра.